теперь давайте мы с вами рассмотрим фанговую или английскую резинку со сдвигом просто с фанговой резинки длина петли должна быть немного длиннее чем вязали до этого провязываем два ряда и выполняем сдвиг сдвиг выполняем при помощи ручки сдвига которая находится слева с левой стороны нижняя игольница и так мы с вами выполняем сдвиг справа провязываем 2 ряда вы видели в каком натянутом состоянии были петли именно поэтому и сказала что резинку со сдвигом вяжем именно таком положении мне сказала что для резинки со сдвигом выбираем ручку выбора плотности с большим значением теперь сдвигаем каретку сдвигаем игольницу в обратном направлении и снова связываем дворя выполняем следующий сдвиг игольницы все еще влево провязываем два ряда возвращаем и еще один сдвиг вправо теперь движемся влево и снова влево при вязании фанговой резинки со сдвигом амплитуда сдвига не может быть больше и это легко объяснимо потому что вы не можете чтобы подряд было более двух петель не провязаны а именно с фангом то есть петли должны чередоваться фанговая и нефанговая а